Есть еще один человек, который подтвердил вашу версию. Он ее, правда, подтвердил не своими словами, а своими делами. Рамзан Кадыров. Потому что он просто издевается над Кремлем. И готовит себе отходные пути. Потому что он понял, что если убирают Путина, то он долго не протянет. И поэтому он готовит Кавказ к восстанию, к войне, к религиозной войне. И обвешивая как елку елочными игрушками своего сына. Причем не сам же он их обязательно сам. То есть первая награда была чеченская. А дальше просто мусульманские республики, которые присягают таким образом на верность Кадырову. И Кадыр, в общем, образовывает такое мусульманское братство. И напряжение создает Российская Федерация. И это тоже косвенно подтверждает вашу версию. Да, вы правы. Кадыров действительно опасается грядущих событий. Я думаю, что, Сергей, несмотря ни на какие попытки заручиться поддержкой руководителей мусульманских регионов, все эти попытки тщетны. Сейчас понятны эти заигрывания. Сейчас понятна эта консолидация. Ну, псевдоконсолидация, давайте так говорить, откровенно. Как только будут какие-то изменения в России, как только, даже если Патрушев полностью устоится во власти, вся эта консолидация между Кадыровым и остальными регионами, включая Кавказ, включая мусульманские регионы, Татарстан и так далее, все это рухнет. У Кадырова не будет поддержки. Они любят силу. Все любят силу. Патрушев продемонстрирует силу, если возьмет власть в свои руки, если полноценно, еще раз. Если получит признание большинства в российской власти, он получит признание и глав мусульманских регионов. В этом нет ничего критического. Уже началось. Уже началось. Уже началось. Хотите, вам, нашим зрителям, вы-то знаете, нашим зрителям озвучу. 17 ноября сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого задерживали прихожан мечети в подростковном городе Балашиха. Затем был такой же рейд 15 ноября на территории рынка и фабрики Риутовская мануфактура. Затем некого там певца какого-то в Нарфаминске задержали, такого популярного где-то, какой-то там, пел он в какой-то бодяге такой молодежной, и отправили в армию. И всех забирают мусульман и отправляют на СВО в Украину. Все, началось, началось. Началось, да. В Уфе массово раздают повестки молодежи во многих регионах. Да, вы правы. Это действительно так, это действительно так. И, кстати, арестованы 27 человек по делу о массовых беспорядках в Махачкале, и им уже предъявляют уголовные статьи, содержат в СИЗО, а не так, как раньше, когда им предъявляли просто административные правонарушения за матершину или что-то в этом роде. Да, Патрушеву надо немножко акклиматизироваться и почувствовать всю полноту власти, скажем так, потому что все равно сейчас еще немножко комплексуется в связи с тем, что есть разночтение восприятия его у элит, восприятие его у власти, есть разное понимание, как должно все двигаться. Он категорически против использования двойника в дальнейшем, он за то, чтобы был преемник, а элиты наоборот. Элиты, понимая, что назначь Патрушева преемника, приходит конец всех их договоренностей. Как только преемник Патрушева, которого Патрушев назначает, значит, получает полноту власти, вся консолидация элита рушится, потому что Патрушеву они уже просто не нужны. Он уничтожит их либо скопом, либо поодиночке. Здесь вопрос уже не стоит о чем-то другом. Поэтому, конечно, элиты за использование двойника. И посмотрим, к чему все придет, посмотрим. На сегодняшний день несколько шансов примерно одинаковые и у того, и у другого сценария. Тем не менее, как бы то ни было, двойник, преемник, в любом случае все это долго не продержится, это гарантированно. Слишком разное понимание у элит, как должна распределиться власть, как эта власть должна существовать в дальнейшем, в каком контексте. Все разное понимание. То, что Патрушев всем раздает обещание, что все будет по их нему, это все, конечно, ерунда. И слишком разные интересы, и интересы взаимоисключающие. Поэтому недовольные будут, недовольные уже сущности есть. Кстати, да, недовольные, вот я добавлю сразу тут же свои пять копеек. Мэрия Москвы отказала родным мобилизованных на войну в Украине россиян поведения митинга на возвращение в близких домой. Там должно было примерно 300 человек. И еще несколько таких же сообщений. А, кстати, мемориал признал политзаключенным Никиту Журавеля, избитого Кадыровым. Точнее, незавольные есть. И я не знаю, видели вы, не видели, некий человек, у которого есть маленькая частная военная компания, Паладин, который практически сказал то, что раньше говорил Пригожин. То есть, на самом деле, брожение идет. И, кстати, вот я хотел бы получить от вас реакцию на подписание закона о возможности отсрочки или даже отмены президентских выборов. Решается вопрос. Решается вопрос о возможной отмене президентских выборов. Сейчас, я же говорю, идут бурные консультации. Консультации не останавливаются ни на день. Я бы даже сказал, наверное, не на ночь. Потому что даже ночью идут консультации. Даже ночью общаются. И все это бурлит, потому что времени фактически нет. Мы видим, что уже вторая половина ноября. Надо все решить до 15 декабря. Все полностью, все в какие-то рамки загнать. Получить полный консенсус элит. Не получить ни единого недовольного. Для того, чтобы все это не вскипело, не вырвалось наружу. И сейчас ведут просто невероятная политическая жизнь в России. Просто невероятно развенулась. Кулуарная, конечно. Ну вот, будем смотреть, как будет все происходить. Еще раз повторяю, очередной раз. Не найдут они, не найдут общих точек. Это просто невозможно. И в начале следующего года нас ожидает огромный-огромный политический кризис в России. Который, безусловно, закрестнет все сферы деятельности и все политические круги. Окей, ну что, очень оптимистический взгляд на вещи вы нам рассказали. Накануне Нового года, там Рождество у нас близится. На следующей неделе в Америке праздник Благодарения. А ничего хорошего, ничего радостного на горизонте не видно? Для российской власти ничего радужного, никаких перспектив, никаких возможностей существования этого режима без живого Путина нет. Его просто не существует. Путин мертв. Все заинтересованные лица, все без исключения об этом знают на 100%, в отличие от российской оппозиции и иных граждан, которые упорно пытаются этому сопротивляться. Но, соответственно, и жизнь будет кипеть вокруг того, кто обладает определенным количеством информации, и тот, кто является бенефициаром будущих, будущих, еще раз подчеркиваю, политических движений и политического кризиса. Субтитры создавал DimaTorzok